Интерактивные стены холла. Дизайн-интерьер в стиле хай-тек. Зал, способный трансформироваться под любую постановку. В такой конфигурации здание Самарта окажется в стране уникальным. В декабре завершатся строительные и начнутся отделочные работы. Затем наладка оборудования. Театральный сезон с 2016 года готовят уже сейчас. Три спектакля уже репетируются. Один из них сейчас как раз идет репетиция. Это большие крупные работы. Это и Чехов, это и Грибоедов, это и, наверное, сейчас Адольф Яковлевич окончательно завершает третью работу. И для детей спектакль будет. Учитывая большие параметры пространственные этого нового здания, нам тоже придется учиться очень многому. Губернатор Самарской области инспектирует ход строительства нового здания театра «Кукол», который откроют на месте бывшего ресторана «Аквариум». К нему добавят пристрой. 500 миллионов рублей на выполнение работ, деньги областного бюджета и частников. Одно из зданий, которое в ближайшее время в Самаре, возможно, ждет реконструкция – Самарский академический театр драмы имени Горького. На все работы, включающие в себя и модернизацию сцены, и обновление зала, и возведение дополнительного пристроя, по самым предварительным подсчетам, уйдет около 1 миллиарда рублей. Работы в драмтеатре начнутся уже в этом году. Запланирован ремонт кровли и восстановление подвальных помещений после коммунальной аварии. Музей Алабина ждать своей очереди на ремонт будет дольше. По мнению экспертов, сначала нужно четко проработать единую концепцию музея. На будущий год мы будем делать, полностью обследовать здание. Там тоже есть проблемы, где появились трещины. И посмотрим, что надо будет делать с самим зданием. Если будет никаких опасностей особых, нет. Самое главное – отработать концепцию и придется что-то, реконструкцию проводить внутри. Кроме того, в следующем году начнется реконструкция особняка Субботина-Шхабалова, на которую из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей. Продолжение следует...